Девушки отдыхают Тут и мультяшная графика, и странный юмор, и растения, стреляющие растения, подземный баклажан-убийца, кукурузно-ковровые бомбардировки Все это напоминает наркотический приход капитана Прайса И, конечно, вызывает презрительную улыбку фаната сетевых шутеров про брутальный элитный альфа-террор спецназ Но, если заменить солнечные локации на мрачные пейзажи с таким вот небом тяжелым, таким свинцовым, везде вот дым, взрывы персонажей Таких измазанных с ног до головы грязью, таких, ух, брутальных, вы злых То мы получим две противоборствующие стороны по семь классов, по три-четыре способности на каждый Шесть мультиплеерных режимов, кооп, сплит-скрин, дневные задания, большую вариативность кастомизации Тут даже Бул Эволюшн есть! Ну, чем не нормальный шутер? Нельзя менять оружие? В Overwatch тоже Мало локаций? Ну, прям как в Battlefront Кастомизация не нужна А в Call of Duty она очень нужна Враги не умирают с двух выстрелов, ребята, в Destiny В конце концов, вы же помните, что лучший мультиплеерный шутер прошлого года по версии Video Game Awards это Splatoon Хотя стоит признаться, что я немного лукавлю Играть в PvZ 2, конечно, проще, чем во все вышеперечисленные игры Но в этом и кроется ее киллер-фича Эта игра не для твоего хардкорного сквада, которым вы нагибали еще в Bad Company 2 И это игра, с которой ты, хардкорный любитель шутеров, получишь массу фана, играя со своей девушкой, младшим братом, дочкой, мамой, бабушкой, кошкой Иконки большие, правила просты Персонажи с массовым уроном вполне достаточны для того, чтобы неопытный человек учился играть с геймпадом Как с геймпадом нельзя играть в шутеры? А как ты двух человек усадишь за сплитскрин с клавиатурами? Всю вашу родню необязательно сразу тянуть в мультиплеер PvE сражения могут бросить серьезные челленджи, подарить массу фана Стоит только дойти до волны с боссами И эта игра — универсальный язык, на котором могут говорить и полковники сотого левела И люди, впервые взявшие геймпад в руки Особенно, если эти люди играли в мобильный ПВЗ Они заранее поймут, от каких противников стоит ждать опасностей, а какой цветочек их похилит Но одно в Plants vs. Zombies я не понимал всегда — цены Посмотрите на Battlefront Теперь на ПВЗ На Battlefront И снова на ПВЗ На некоторых платформах они даже стоят одинаково, а где-то только немного дешевле Каждый раз, слушая про все достоинства Plants vs. Zombies, мои собеседники округляли глаза Узнав, что эта игра стоит как дорогой, залитый полигонами и охренительным контентом шутер Мне интересно, не обижает ли это ребят из DICE Что вся их колоссальная работа по созданию достоверных локаций, как в фильме Лукаса Оружие с огромным количеством мелких деталей Техники Моушн кепчера Оценивается издателем так же, как работа внутренней студии Которая местами намного проще и сильно дешевле Особенно учитывая, что за эту игру им не надо платить авторские отчисления Диснея Поэтому в итоге Plants vs. Zombies 2 хороший шутер Достаточно сложный, чтобы увлечь искушенного альфа-террор спецназовца И достаточно простой, чтобы не отпугнуть далекого от жанра человека Всем Кроме ЦИБы Субтитры сделал DimaTorzok